И вот я только полетел, я был, когда это, с 17 по 21 был на Байкале, на этом форуме, и мы проводили сессию, вот это анонсировали, тоже с участием губернатора, в смысле представителей правительства, потом под инициативой, вот Орешкин, там тоже, это тоже там кейс есть об этих парках, сможете посмотреть, как это делается в муниципалитете. Это и только Иркутская, там Гаску, Солье, еще несколько муниципалитетов. Вот, верните, пожалуйста, презентацию, сейчас тогда я покажу финальный слайд и вопрос. Буду готов отметить, осталось у нас минут семь буквально. Сейчас я просто вот пролистаю, где все материалы можно взять, помимо того, что они вам будут переданы. Это работа просто с разного проектирования. А Бурятский проект тоже очень интересен. Ну вот, вот, ну собственно материалы вот здесь в группе будут, вот развитие территории, ну и соответственно их вам перешлют. Там будет выложено, возможно, мы и само видео, которое сейчас делается, туда выложим. Презентацию, видео и вот ссылки на все вот эти материалы будут в этой группе. Я понимаю, что не все в Фейсбуке, но можно вот собственно написать, вот по QR-коду туда пройти. Еще раз, а кто в группе? Совсем? Было вроде больше. Ну вот, кто-то есть, по крайней мере. В ней очень много разных регионов, более, около 2600 человек сейчас есть в группе. Ну вот мои контакты. Вот, теперь готов к вопросу. Есть ли вопросы? Да, вот, пожалуйста, рука. Так. Представьтесь и ваш вопрос. А включите, пожалуйста, девушки. Заместитель главы администрации города Кузнецка, Шибакай, прошу. Значит, замечательная презентация. Вот вы говорите, что жители сами должны участвовать, определяют, вовлекать их. Вовлекают. Но вот у нас Кузнец в прошлом году выиграл конкурс. «Лучшие города России. 100 миллионов нового устройства». Как вот эти предложения в связи с федеральным законом номер 44. Мы обязаны объявлять аукцион. И не факт, что кузнечане выигрывают это. Так и получилось. Выиграли другие. Да. Будет город благоустроен. Останется благоустроенным. Но деньги из города уйдут. И те же деньги, которые были вложены. Но они могли бы работать на город. Но они не будут дальше работать на него. Спасибо. В том смысле, местные спроектировали, а остались деньги, да? Это вот самый главный недостаток, который был на конгрессе. Мы проводили сессию. 84 региона мне, или 83 участвовало. И это самый главный недостаток, который был муниципалитетам отвечен. Что по 44 фазе никакого качества и понятно, да? И осенью, я боюсь соврать, но мне вот конгресс руководства говорил, что осенью будут внесены изменения, продолжение конгресса муниципальных избранных в Госдуму. На рассмотрение, чтобы изменить эту норму. Но в вашем случае, ну вот Тюмень как поступила. Там, значит, и губернатор, и глава города. Кстати, он лучший мэром признан, вот буквально месяц назад, Кухарук, глава Тюмени. Они что сделали? Они... Ну вот идея такая была, не знаю, на чем мы становились. Идея была привлечь ресурс известного и, скорее всего, выигравшего, ну, национального, скажем так, архитектурного бренда. Но так, чтобы они дали свой бренд, а местные архитекторы это планировали. Ну вот у них такая идея была. Ну как бы куратор стволя, ну вот условно там стрелки, а местные архитекторы, потому что на самом деле тоже там может быть не учтено много чего. Вот это сообщество участвовало. Ну вот как они технически реализуют? Ну вот там идея была такая. Вот ответы на ваш вопрос примерно так. Вы понимаете, но то, что то, что это, это все понятно, это проблема. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Есть ли вопросы? Нет. У вас есть, на самом деле, на самом деле, в России или в России? Нет. Стосел Бурятии. Я там показывал, посмотрите, очень хороший пример. Ну вот, там слайд у меня один мелькнул. Вот. Елена Шеребон. Ее можно тоже найти. Она очень активна. Во, вот. Да. И если вы мне напишите, я вот, собственно, могу вам эту тоже презентацию ее там доложить, дослать. Ну то есть есть примеры хорошие. Она сейчас, я, ну, тоже наставник немножко этого проекта в Бурятии. И вот там буду выступать на днях медицинсионно, на сессии. Посмотрите об этом проект и почитайте. Но это про то, что они там поддерживают действительно как, ну, экономические, это социально-экономические проекты на основе там местных традиций, привлечения туристов и поддержания наутрадиционного уклада. Скажем так. Вот такого рода проекты. Но они лично губернатор Циденов, то есть очень сильно поддерживают вот это. Там естественная воля. Но это про села. Это про села. Немного проекта. Да, сейчас вот еще хорошее. Только-только, причем это мой сосед. Как ни странно, выступают в сад. Но есть живые города, знаете, да? И сейчас появился проект «Живые села». Его инициировал в том числе Дмитрий Черепков. Это известный человек в Тульской области. Мой сосед, по-своему, естественно, тоже недалеко у меня поселение есть. Сельское. Где я полгода провожу. Значит, Яснополе, посмотрите, проект в Тульской области. Это вот тоже про развитие сельских территорий. И «Живые села» сейчас проект инициируется. Ну вот Львом Гордоном и вот Команда. Тоже. Ну вот он показывает. Я буду там в июне, прям поеду в начале июня. Вот начередное заседание этого проекта в каком-то из сел будет проводиться. В Тульской области. То есть есть, но они такие очень зачаточные. Вот, еще вопросы, коллеги. Понятно, что 19 тысяч сельских поселений. Вот, в Конгрессе. И около двух, чем-то тысяч городских образований, городских округов и городов. То есть, естественно, вот села много, но вот с этим пока недоработки большие. Пожалуйста, еще есть какие-то вопросы, пожелания? Слайд с контактами. Да, слайд с контактами, да. Ну вот, есть просто в соцсети, вот, пожалуйста. Инстаграм, фейсбук, контакт, вот, все. Ну, главное, то, что происходит, я немного там публикую, честно говоря, в соцсетях. Я больше вот в группе. А группа закрытая. Вот это развитие территории, ну вот. Она закрытая, но я, собственно, какой-то фейс-контроль минимальный такой, чтобы там не было особо вот условно какой-то навязанности. И она модерируемая. Вот там максимальное количество материалов, и все вот это тоже будет выложено. Вот, еще вопросы, коллеги? Это было полезно? Вот. Ну, давайте поаплодируем друг другу, готов в личном порядке ответить на ваши вопросы. Я здесь, я спускаюсь со сцены. Вот. Может быть, мне действительно надо было быть ближе к вам.